Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие товарищи! Пришло порядка 80 работ, штук 60 я проверил, а часть еще требует проверки. Ну и я разберу типичные ошибки товарищей, которые были допущены, и поговорим, собственно говоря, по этому поводу. Давайте начнем с тех, кто присутствует точно. Кто хочет выступить, значит, наша задача заключается в том, чтобы по предложенным темам свободно высказываться, свободно говорить, причем говорить не просто такой поток сознания, а пользоваться теми категориями и определениями, которые изучаются на лекциях. Собственно говоря, кем вы выйдете из Красного университета, кто-нибудь знает? Какая у вас будет специальность, товарищи, дорогие? Нет, мы здесь... Философия у нас это как раздел марксизма. Специальность у вас будет записана в дипломе пропагандист. Пропагандист. Что делает пропагандист? Да, распространяет и объясняет научные идеи в массы. Соответственно, для того, чтобы это делать, нужно уметь эти идеи формулировать и говорить. Задача семинара в том числе, чтобы вы могли коротко и лаконично высказаться по каким-то вопросам. Я хочу отметить, что на самом деле, если вы возьмете, так сказать, массу трудящихся и вообще людей, так сказать, в России, то вы увидите, что по тем простым достаточно категориям, которые мы здесь обсуждаем, граждане высказать ничего не могут точного. Точных определений они не имеют. Хотя эти категории достаточно простые. Пока мы не говорим о каких-то сложных категориях. Наша задача разобраться вот в этом простом. Как говорил Гегель. Да, ну, во-первых, двигаться от простого к сложному. Да, а во-вторых, известное не есть от того познанное. То есть, если мы что-то знаем, это не значит, что мы это познали. Для того, чтобы познать, познать это что значит понять? Что это значит? Выразить понятия. Выразить в понятиях. Для того, чтобы мы определились, что мы поняли, нам нужно в понятиях выразить. Вот, собственно говоря, этим я и предлагаю сейчас нам заняться. Давайте, кто хочет выступить, проходим сюда. Коротко отвечаем на поставленные вопросы. Там один вопрос. Раскрываем. Любые, нет. Вы выбирали. Я так понимаю, что вам надо было выбрать какое-то количество вопросов. Давайте выступающие здесь выбирают один вопрос и по нему выступают. Пожалуйста, проходите, представляйтесь. Сегодня у вас, так сказать, трибуна на большое количество людей, не только здесь присутствующих, но и сколько нас смотрят в интернете онлайн и сколько посмотрят эту лекцию. Обычно это, как я понимаю, до письма. Здравствуйте, товарищ. Подвиньтесь туда. Старт. Меня зовут Серов Илья Владимирович. Являюсь студентом Красного Университета. Слушателем. Слушателем. С понятиями сейчас еще пока мне тяжело, но пытаюсь, скажем так, все силы приложить на то, чтобы начать формулировать. Вот, соответственно, ну, начнем, я так понимаю, что такое философия. Так, вот. Философия у нас — это наука в первую очередь. Если это наука, значит, наука должна что-то изучать. Наука, философия изучает у нас, скажем так, законы, которые, скажем так, законы природы и сознания человека. То есть человечество, соответственно, чтобы нам, во-первых... Не совсем здесь точно вы говорите. Законы, да, законы изучают. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вы сказали наука. Вот что такое наука-то? Вот, наука — это система, в первую очередь. Чего? То есть система знаний. Так, вот. А что значит система знаний? Вот, это структурированная по порядку, скажем так, именно в том порядке. Не по порядку. Ну, не по порядку, а в том значении, которое нам нужно изучать. Ну, порядок, который, конечно, есть, но это не самое главное, что порядок там есть. Порядок есть, да, но момент такой, что порядок, он заключается не как, допустим, в толковом целоваре, от буквы А до буквы Я, да, а он идет по порядку, то есть от сложного... Вам нужно привязаться, вам нужно привязаться к тому, что вы сказали. Система знаний. Это значит, что знания выстроены в систему, да? Соответственно, что значит знания выстроены в систему? Ну, что это значит? Ну, что такое, вот как представлять систему знаний? То есть, ну, от простого к сложному? То есть, система знаний... Ну, это движение от простого к сложному, это да. Понятное дело, что там самые первые категории, они самые простые. Хотя тут тоже вопрос в том, они же раскрываются, поэтому можно говорить, что они содержат все богатство тех категорий, в которые они раскрываются. Поэтому, действительно, будем считать, что мы движемся от простого к сложному, но у нас есть... Истинные, скажем так, понятия... Давайте категории истинные, пока мы не будем трогать. Итак, у нас есть начало. Что такое начало? Начало, это... Вот, смотрите, в системе знаний есть начало и результат. Да. Нам надо связать эти категории, определить, что они означают, и движение указать между ними. А, ну, начало, это... Как... Могу сказать... Вот тут видите, как получается, все знают слово начало. Кого-нибудь спроси, все знают, что такое начало. Коллеги, давайте, кто-нибудь. Не развернутый результат. Не развитый результат, да. А результат? Это развернутый начало. Развернутый начало. То есть, это парные, на самом деле, категории. Результат. Когда мы говорим о результате, мы что имеем в виду? Ну, законченное действие. Нет. Мы имеем в виду, что у него было начало. А, ну... А когда мы говорим о начале, мы имеем в виду, что мы придем к результату. Придем к результату. Ну и, соответственно, вот это движение, оно не просто так, как бы, да, как бы перебором, оно движение в соответствии с чем? С системой знаний, получается. Ну, не совсем. Тут более сложная категория метода участвует. Я не знаю, Михаил Васильевич вам говорил про это, но есть метод, который используется в науке. Метод может быть разный на самом деле. А что такое метод? Кто-нибудь знает, что такое метод? Скажите. Ну, я слышал, что это осознание формы внутреннего самодвижения. Внутреннего самодвижения? Чего? А что движется-то? Содержание. Содержание чего? Изучаемого предмета, да. То есть, это осознание формы внутреннего самодвижения, содержание изучаемого предмета. Значит, если мы говорим о науке, о каком-то предмете, и говорим, что это предмет наука, в этом предмете есть некое самодвижение. Самодвижение, то есть разворачивание этого предмета от начала, как неразвитого результата, к результату, как развернутому началу. И вот это самодвижение, если мы осознаем форму, в которой это самодвижение происходит, то это будет метод. Вот мы указали, вот, собственно говоря, скелет такой науки, вот он указан у нас, есть начало, как неразвитый результат, есть результат, как развернутое начало, есть метод. То есть самодвижение, ну на самом деле метод это все-таки форма, в которой это самодвижение происходит. То есть есть самодвижение и форма, в которой оно происходит, это метод. Отлично, теперь вернемся к философии. Итак, что же все-таки изучает философия? Ну, философия изучает, скажем так, именно основные законы. А что значит основные? Не основные, а всеобщие. Всеобщие, да, потому что философия изучает в целом все. Не все, она изучает не все. Ну, всеобщее взято, скажем так, целиком, целым. Где эти законы проявляются, в чем? Ну, законы, скажем так, мышления. В чем проявляются законы философии? В чем дальше? Во всем. Во всем, в этом смысле они всеобщие. То есть, законы философии проявляются во всем. Так, хорошо. И теперь вы сказали, что природы, общество, еще чего-то там, да? Да, сознание. Мышление. Мышление, мышление. Да. Когда вы говорите основные законы, это немножко неправильно, потому что есть такая категория основного закона. Например, в политэкономии есть понятие основного закона. Это более конкретная категория, которая применима уже к какой-то области. Например, к политэкономии. Например, мы будем изучать основной закон капитализма и основной закон социалистического, ну, коммунистического способа производства. Хорошо? Спасибо. Так, давайте двигаться дальше. Кто еще хочет выступить? Прошу. Давайте мы сначала дадим выступить товарищам, а потом у нас будет отдельный блок ответов на вопросы, где вы сможете задать свои вопросы. Представляйтесь и говорите о капаковом вопросу, вы будете нас просвещать. Георгий, студент. Я бы хотел поговорить про понятие, про категорию истины. У категории истины есть два определения. Она противоречивая, опять же, категория. Первое определение – это соответствие понятию объекта. Я бы с вами сразу же не согласился. Нет двух определений чего-то. Не может быть двух определений. Они либо одно вытекают из другого, это одно и то же. Потому что, когда мы будем дальше изучать диалектику, определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечета, в нем бытием. Это одно качество. Одно. Поэтому, когда вы говорите, что есть несколько определений, то получается, что есть несколько качеств. Это странно как-то. Поэтому, если вы определяете, даете определение истиной, то оно одно. В принципе, то, что несколько качеств, как-то у меня не вызывает сомнений. У меня, например, не одно качество. Да это одно качество. Одно. Какое у вас, ваше определение? Какое? Определение человека какое? Что-то там био, социальное существо. Вот это вы, так сказать, берете признаки, наваливаете их в мешок. Встряхиваете вот так вот и передаете это как определение. А на самом деле определение простого. Это же общественное животное. Животное общественное. Все. Но это мы отвлеклись. У меня другие качества тоже есть. Нет, мы говорим, если мы говорим о вашем определении, об определении человека, то это одно качество. Одно. Одно. И оно сущностно имеет как бы связь, это качество с сущностью. Сущность человека в чем, товарищи дорогие? Марксизм мы изучаем. В чем в сущности человека? В преобразовании. В преобразовании. Нет. Не в преобразовании. Вещь. Ну, сущность в чем человека, да? Нет, не в преобразовании. В способности производить осознанное нечто. А что это? Что за преобразовательность производить? Ну, как бы, что? Человек, вот когда он один... Общаться. Вот это хорошее. Общаться это хорошо. Но по какому поводу-то? Общаться. Сущность человека в общественных отношениях. Запомните это, пожалуйста, товарищи. Сущность человека заключается в том, что это общественное животное. В общественных отношениях. Но, что такое общественные отношения? Это не просто так ведь, да? Это не просто мы встретились, тут поговорили. И у нас тут общественные отношения завязались. Общественное бытие – это общественное производство. То есть, общественное отношение – это отношение по поводу производства, в первую очередь. А потом все остальное на нем наслаивается. Но это мы немножко отошли. Значит, мы все-таки давайте вернемся к истине и будем говорить об определении истины. Вы сказали, что истина – это… Соответствие понятия объекту. Так, отлично, замечательно. Хорошее определение. Раскрыть его можете как-то? Ну, вот мы сказали что-то о предмете. Если вот это суждение о предмете соответствует непосредственно предмету, то значит суждение истинное. А как можно определить, что, ну, хотя бы вот есть какой-то такой признак, что вот… что точно не истина? Что точно не истина? Да. Ну… Здесь вам нужно вспомнить про противоречие. Я… да. Вот если в каком-то суждении не содержится противоречия, то это суждение можно… то это суждение становится кандидатом на то, чтобы… Все это не суждение, а понятие. А понятие – это шире, чем суждение. Понятие. Мы говорим, соответственно, понятие объекту. Значит, понятие должно раскрывать… Ну, то есть, если в понятии нет противоречия, то это не вполне истина. Да это не истина сразу же. Есть такое высказывание. Истина всегда конкретна. Что это значит? Ну, она одна. Нет. Вот это тоже слово, которое вроде все используют. Давайте говорить конкретно. Конкретно – это значит противоречивая. И противоположность конкретному – абстрактная. Абстрактная – это значит взятая с одной стороны, односторонняя. А конкретно – это противоречивая. Когда говорят «истина всегда конкретна», имеется в виду, что истина всегда противоречива. Соответственно, если противоречия нет в понятии, соответственно, оно точно не истинное. Потому что все, что мы можем наблюдать в материальном мире, оно противоречиво. Все противоречиво. Соответственно, вот такой критерий. Если непротиворечивое понятие не вскрывает этого противоречия, то это точно не истина. Хорошо. Вроде как мы пока на уровне созерцания находимся такого. То, что называется… Но мы уже прошли далеко. Мы определились, что у нас истина противоречила. То есть мы, по крайней мере, говорим о противоречии. Но пока мы созерцаем, мы говорим о том, что надо объекты отразить в понятии. Истинно отразить, то есть раскрыть противоречия в понятии. И это называется такой фейербаховский материализм созерцательный. То есть мы созерцаем окружающий мир, действительно понимаем, что он противоречив, отражаем это противоречие в понятиях. И если понятия соответствуют предмету, то мы говорим, что это истина. Но диалектическая истина – это все-таки шире, чем просто такая вот истина. Можете что-нибудь по этому поводу сказать? Ну да, могу добавить то, что… Я не знаю, как правильно это выразить. Вы сказали то, что второе определение – это неправильно. Нет, это… Значит, в первом определении как бы есть продолжение. То, что истина – это также соответствие предмета понятию. В каком смысле? В смысле, если мы что-то сделали, что-то там преобразовали, условно говоря, и вот это вот нами сделанное соответствует понятию, опять же, то, значит, полученная нами истина. Да, вот здесь надо аккуратно быть с этим. Вот товарищи, многие, которые отвечали на вопрос про диалектическую истину, они как раз с этого момента не умловили, что такое диалектическая истина. Диалектическая истина заключается в том, что мы не только должны понять и правильно, ну, истинно выразить в понятиях окружающий мир, но и в соответствии с понятием преобразовать окружающий мир. А что здесь первично, кстати? Вот идея или, ну, как бы, идея преобразования или идея, так сказать, теоретическая идея, то, что Гегель называет теоретической идеей, идея познания? Что первым стоит, надо познать или преобразовать мир? Преобразовать, потому что, условно говоря, какие-то первобытные люди, они не понимали то, что они делают, не осознавали это, но преобразовали же, преобразовывали же как. Но они не преобразовывали их в соответствии с истиной, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы преобразование было, ну, соответствовало понятию, вам это понятие нужно сначала выработать. А для того, чтобы его выработать, вам нужно понять сначала, что происходит сейчас, вот, описать то бытие, которое окружает вас сейчас. Например, если мы говорим о преобразовании общества, то для того, чтобы его преобразовывать как-то, ну, и выработать идею преобразования общества, нужно понять сначала, сейчас, а что с обществом сейчас происходит. Вы можете, так сказать, построить прекрасные идеи преобразования общества, кстати, как раз об этом и будет у нас идти в дальнейшем речь. О, значит, утопическом социализме. Утопический социализм описывает прекрасно, как общество, ну, должно быть устроено. Но он никак не говорит о том, какие надо действия предпринять, чтобы вот к этому обществу прийти. И потому что утопический социализм берет то будущее, которое он описывает, в отрыве от настоящего, не понимая, что есть настоящее. Поэтому сначала надо все-таки, товарищи дорогие, понять, то есть идея познания, она стоит выше, чем идея преобразования. Значит, мы сначала понимаем и только потом преобразовываем в соответствии с нашим пониманием. Такая вот ситуация получается. А просто так преобразовывать как бы вслепую, ничего не понимая, а потом как будто поймем, это, ну, приводит к плачевным результатам. Хорошо, спасибо. Спасибо. Конечно, вы можете начинать как бы вот просто слепо рисовать и потом вдруг определиться, ну-ка, вдруг потом понять, что это квадрат. Но, как бы, а почему вы нарисуете квадрат при этом? Вы как бы можете нарисовать круг или вообще какую-то ломаную, или еще что-то. Так, идем дальше. Кто еще хочет выступить? Желаю еще. Прошу. Добрый день, Борис Валерьевич. Попробую ответить на вопрос, что такое исторический материализм. Так. Исторический материализм – это наука, изучающая историю с точки зрения развития производственных сил общества. Давайте начнем с того, это не совсем точно, а что такое история, вы говорите, история, которая изучает историю. Вот есть такая наука – история, что она изучает? Она изучает. Или, ну, что, что, как бы, что содержанием науки истории является? Вообще, вот Энгельс говорил, что мы знаем только одну науку – науку истории. Такое даже выражение есть у него. Ну, наверное, можно сказать, что история изучает… Ну, если мы говорим, что наука – это вот связь начала и результата, то история изучает развитие общества из прошлого в настоящее. Это хорошо, да. Хорошо, что вы говорите о том, что она не изучает то, что, ну, там, прошлое. Она, на самом деле, прошлое это не изучает. История изучает настоящее, как результат предшествующего развития. Так, хорошо, с историей мы определились. Теперь мы бы сказали, что, значит, исторический материализм – это наука, которая… Которая изучает историю с точки зрения развития производственных сил общества. Да, но это как-то сразу же к выводу пришли. Значит, исторический материализм – это, если вот говорить наиболее общее, это диалектический материализм, примененный к истории как раз. Вот. И основным положением исторического материализма, то есть, если мы вот берем и применяем диалектический материализм к истории, что будет являться основным положением исторического материализма? Это, вот, об этом, кстати, Энгельс, по-моему, писал только, вот, оказалось так, что он в своих работах об этом не писал, но он написал очень точно в предисловии к работе о происхождении частной собственности семьи и государства. Еще раз тогда в чем вопрос? Что является основным положением исторического материализма? Что является? Вот откуда там производственные, вот мы сразу же, хоп, и какие-то вывалились производственные отношения или там производительные силы. Откуда это вываливается? Это как-то с неба у нас свалилось? Ну, я бы сказал, что это вываливается из определения человека, так как человек это общественное животное, общественное в том смысле, что они, ну, как бы, есть общество, которое производит материальные блага. Вот, так вот, все-таки, вот, это уже хорошо. Из определения человека это не вывести, потому что это, как бы, человека надо выводить из общества, а не наоборот. Значит, итак, есть общество, которое производит какие-то материальные блага. Хорошо. Ну, а кроме материальных благ, что-то нужно производить обществу? И зачем эти материальные блага производятся? Для удовлетворения потребностей членов общества. А более, более общо. Можно как-то сказать? Для развития. Ну, а что, ну, развитие это, кстати, что такое развитие, кто-нибудь знает? Чтобы размножаться, наверное, если я не знаю. Ну, вот, размножение, кстати, это один из моментов этого движения, да. Ну, как бы все, все, все. Значит, задача человечества – производить и воспроизводить самое себя. Поэтому Энгельс говорит, что основным моментом человеческой истории является производство и воспроизводство человека. И вот это вот очень такая глубокая мысль. То есть, вот в этом и заключается как раз, во-первых, это чисто такое материалистическое толкование истории. И именно диалектическое толкование. Если мы рассматриваем его, что это является основным моментом в истории человечества. Ну, и, соответственно, этот основной момент, он, как бы, естественным образом разваливается на две части. Значит, если нам нужно производить и воспроизводить человека, то что нам нужно для этого? Ну, как бы, нам нужно две стороны рассмотреть в этом процессе. Как нам товарищ правильно сказал, непосредственно производство человека, которое, в общем-то, не менялось достаточно давно уже, да. Но, на самом деле, здесь есть даже исторический момент. Даже в производстве непосредственного человека есть исторический момент, связанный с семьей. Потому что, все-таки, производство человека, оно связано с семьей, а семья, она исторически меняется с развитием общества. Это первое. То есть, надо непосредственно производить человека. А второе, надо воспроизводство, как бы, это обеспечить. То есть, обеспечить его развитие этого человека. Для того, чтобы обеспечить это развитие, нужно что? Ну, что мы кушаем все, да, что-то одеваем там? Ну, нужно производство непосредственно вещей для, так сказать, существования людей. Вот. И вот уже из этого положения дальше вырастает все остальное. Раз нужно, так сказать, воспроизводить эти потребности материальные, да, обеспечивать эти материальные потребности, тут и возникает производство уже. И вот мы, вот из этого, как бы, из этого базиса, тут вот выплывает производство, и оно является фундаментом всего исторического материализма. То есть, как бы, движение, видите, все-таки, оно не просто производство упало, как бы, нам на голову, и мы, как бы, взяли это как данность. Оно, вот, выводится, это производство. Что-то еще? Да, вроде бы... Все, хорошо. Хорошо, спасибо. Так, Олегик, кто еще хочет высказаться? Там еще есть вопросы вообще, которые нужно разобрать. Никто не хочет высказаться. Хорошо, давайте тогда мы потихонечку перейдем к тому, что было прислано. Давайте начнем с достаточно скучной части для здесь присутствующих, но все-таки важной части для заочников. Я просто сочетаю тех, кто получил зачет. Алексей Владимирович Абрамов получил... Так, всем, значит, оценка зачтена. Некоторым товарищам зачтено просто, некоторым товарищам зачтено с замечаниями. Замечания я попытаюсь, ну, по крайней мере, основные разобрать. Значит, сразу же сообщаю, товарищи, если я поставил вам в СДО зачет с замечаниями, и тут я ничего про вас не сказал, то есть в чем, собственно говоря, были ошибки, то это значит, что на самом деле все ошибки типичные, и все ответы на вопросы тут либо вот мы уже в данный момент разобрали, либо я сейчас разберу. Ну, то есть вам нужно просто прослушать те ответы на вопросы, которые мы уже разобрали, и сопоставить с вашими ответами, и увидеть, в чем ваши недостатки. Зачеты получили... Гилева Светлана Анатольевна, Глушков Дмитрий Алексеевич, Городной Эдуард Мхитарович, Давлиев Рафаил Султанович, Дзюба Денис Николаевич, Добрынин Алексей Владимирович, Дубровина Людмила, Ярастова Ирина Николаевна, Ефимов Артур, Жаринов Алексей Дмитриевич, Желнин Николай Русланович, Жуков Павел Дмитриевич, Землянцев Дмитрий Владимирович, Земсков Алексей Владимирович, Иванов Вячеслав Владимирович, Иринский Георгий Михайлович, Карташов Владимир Александрович, Ковалев Александр Михайлович, Ковен Павел Владиславович, Кондрусев Александр, Конев Михаил Александрович, Денис Сергеевич, Прошу прощения, Кузнецов Сергей Васильевич, Кузнецов Иван Корнелевич, Ледовский Игорь Николаевич, Лунин Павел Борисович, Мартынов Игорь Георгиевич, Масальский Иван Александрович, Моисеев Федор Константинович, Мукан Эдуард, Николаев Николай Михайлович, Овсянникова Виктория Александровна, Орлов Вадим Сергеевич, Пономарев Георгий Вячеславович, Поповичев Сергей Михайлович, Прохорова Ольга Владимировна, Белоусов Сергей Викторович получил незачет просто потому, что он, видимо, пытался что-то присоединить, какой-то файл к ответу. У него это не получилось, товарищи, не надо пытаться прикрепить файлы к ответу. Там есть ограничение в СДО на количество строк, оно не случайно, совершенно не случайно. Ваши многостраничные полотна преподавателю читать достаточно сложно. Представьте, вот если там 100 работ, если каждый написал по 2-3 страницы, то преподавателю к занятию нужно просчитать 300 страниц текста. В общем-то это немножко трудозатратно. Поэтому как раз вам нужно ответить кратко, но по сути. Так, товарищ Белоусов просто должен ответить еще раз в СДО, и тогда я проверю. Беляева Ольга Константиновна получает зачет, Веремчук Игорь Борисович, Глазырин Максим Сергеевич, Гнетнев Евгений Викторович, Горбушкин Сергей Александрович, Дорошенко Вадим Дмитриевич, Журавский Леонид Иванович, Игнатенко Петр Витальевич, Картошев Игорь Валерьевич, Корнетова Елена Владимировна, Коротов Александр Сергеевич, Косова Ольга Владимировна, Кулага Андрей Сергеевич, Лисов Александр, Макушин Михаю, Марсов Андрей Андреевич, Минеев Артем Григорьевич, Мордовина Стелла, Насиханов Кайрат Газизович, Нешкова Наталья Федоровна, Овчинников Алексей Павлович, Решетов Андрей Александрович, Садкова Ирина Валерьевна, Самохвалова Екатерина Александровна, Пикулин Евгений Николаевич, Сафронова Дарья Александровна, Нет, товарища Пропекулина, я зря сказал, я еще эту работу не проверил, как и работа товарища Сафронова. Все, пока на этом все. Те работы, которые я еще не проверил, я допроверю, и, соответственно, вы свою оценку узнаете в СДО. Теперь давайте перейдем к разбору ответов, которые были, и тех типичных ошибок, которые товарищи допустили. Абрамов Алексей Владимирович отвечает на вопрос об историческом материализме и пишет, исторический материализм – марксистская наука о развитии общества и методов его познания. Это, так сказать, соображение неплохое об историческом материализме, наверное, но историческим материализмом, определением исторического материализма это не является. Если коротко, как мы уже говорили, исторический материализм – это диалектический материализм, примененный к истории. Да, про диалектический материализм мы сейчас поговорим, у нас это получится сделать. Авдеев Николай Николаевич отвечает на вопрос номер пять. Сейчас мы рассмотрим, мне как-то… Номер пять – диалектический материализм. И пишет, «Диалектический материализм является философией марксизма и одним из его моментов. Диалектический материализм был выработан Марксом и Энгельсом, которые материалистически истолковали науку логики Гегеля». Все правильно. Все правильно написано, но что такое материалистическое истолкование науки логики Гегеля? Кто-нибудь знает, товарищи, дорогие? Что такое материалистическое истолкование науки логики Гегеля? Ну, что это значит? Собственно, Гегель считал то, что все начинается с идеи и заканчивается идеей, а Маркс и Энгельс сказали то, что не с идеи все начинается, а с материи, с чего-то, ну, что мы можем пощупать, Поэтому получается, что науку логики Гегеля диалекцию надо выкинуть, потому что там с материи ничего не начинается. Там все начинается с бытия, с чистого бытия. Правильно, говорят, что еще Маркс с Энгельсом перевернули науку логики Гегеля диалектику с головы на ноги. На самом деле они ничего не переворачивали, они сами перевернулись. Они были младогегельянцами в своей ранней деятельности, в общем-то были идеалистами, поэтому они сами перевернулись. От этого диалектика гегелевская ничуть не пострадала. В чем нам нужно видеть материалистическое истолкование диалектик Гегеля? Видеть ее надо в следующем. Гегель видит движение, рассматривает движение как движение мысли. Это правильно. Действительно диалектика как таковая изучает движение мысли. То есть она предметом диалектики является мысль, сознание. Как движется сознание, какие категории в сознании возникают от одного к другому. Но если мы рассматриваем, как рассматривал Гегель, то есть действительно есть абсолютная идея. Ну идея, да? Она, значит, развилась. Кстати, когда мы говорим абсолютная идея, что это подразумевает Гегель под этим? Бога. Да, Бога. То есть и вообще тут можно говорить, эту абсолютную идею можно заменять на все, что угодно. Как это говорят сейчас, цифровая матрица. Какие-то еще есть категории. Все эти категории на самом деле приводят к первичности некой идеи. То есть есть некий абсолют, который можно назвать Богом, как угодно, и из него все выводить. Но вот у Гегеля это, у Гегеля называют абсолютной идеей. Конечно, это же составляет эту абсолютную идею с Богом. Значит, абсолютная идея развивается до человеческого сознания, до человека, познает саму себя. Через вот это движение приходит сама к абсолютной идее и, значит, замыкается этот круг. Что Маркс и Энгельс отмечают? Они говорят следующее. То есть в чем вот это именно материалистическое истолкование? Они говорят следующее, что на самом деле вот эти категории, которые изучаются в диалектике, они отразились в сознании каким образом? И как бы они изучают движение в сознании, но сознание это что это такое? Отражение материи. Правильно, это отражение материи в первую очередь. То есть сознание это свойство высокоразвитой материи отражать саму себя. То есть отражать материю. То есть познавать саму себя. Отлично. Значит, если мы говорим о движении в сознании, это движение отразилось каким-то образом где в первую очередь? Вот когда мы говорим о категориях, это движение отразилось где? В языке. Да, в каком-то языке. Мы же не просто вот эти категории, они каким-то образом их мы из языка вытащили. А что такое язык? Вот когда мы говорим о категориях, которые кристаллизовались вот в этих движениях, откуда это берется, эти слова, откуда они взялись? Откуда вообще рождаются такие категории в человеческом языке? Понимает кто-нибудь? Ну, из многотысячной истории развития человека. Именно. Что-то повторилось, повторялось очень много и отразилось в языке, кристаллизовалось вот в словах. Потому что если это что-то случайное, оно не получает. Вот заметьте, простые языки, скажем, каких-то простых примитивных народов, они не содержат некоторых развитых слов. Почему? Потому что на самом деле, опять мы возвращаемся к первичности производства, потому что производство не развилось в этих народах настолько, чтобы содержать все богатство слов, которые имеются в развитых языках. Значит, соответственно, вот в языке кристаллизуются эти категории, они кристаллизуются как отражение из материального мира, того, что является устойчивым в материальном мире, много раз повторяющимся. Про явления пока не будем говорить. Явление – это сложная категория. Значит, мы опустим, да, вот давайте не будем говорить проявления, действительно, это категории сферы сущности, пока их оставим. Итак, что-то кристаллизовалось в языке, это что-то связано с материальным миром. А поскольку не просто с материальным миром, как мы говорили, что люди, их сущность, общественные отношения, то есть отношения по поводу производства – это кристаллизовалось в основном из отношений производственных, из производственных отношений. Так вот, на самом деле, вот отразилась в этих категориях, отразилась материя таким сложным образом. И когда мы изучаем движение мысли в диалектике, непосредственно мысли изучаем движение, на самом деле мы изучаем движение в материи, которое отразилось, как бы, кристаллизовалось в движении мысли вот таким вот образом. Вот, и это заключается, вот именно в этом заключается материалистическое истолкование диалектики Гегеля. А не просто как бы слова, что мы перевернули там кого-то с ног на голову или с головы на ноги. Идем дальше. Продолжаем. Значит, Авдеев Николай Николаевич нам рассказывает про исторический материализм и пишет, это диалектический материализм, примененный к истории. Абсолютно верно. В основе исторического материализма лежит тезис о том, что производство и обмен его продуктов составляют основу всякого общественного строя. Вот здесь усложнил товарищ, у него появился какой-то обмен. Производство непосредственно, оно подразумевает обмен. То есть не надо усложнять производство, оно включает в себя обмен в том числе. Тут можно много-много наслоить сложных конструкций, но они не приводят к точности формулировок. Производство подразумевает обмен. Так. Ахмедзятов Адель Фаридович отвечает на вопрос номер 4 «Диалектика как наука». И пишет, диалектика – это наука о всеобщих законах движения и развития природы, которая рассматривает данные явления как процесс борьбы противоположностей и накопления внутренних противоречий, ведущих к революционной смене одного качества на другое. Но тут товарищ завернул. Так сложно, что ничего не понятно. Итак, если это наука о всеобщих законах движения и развития природы, то это правильно, но в снятом виде, как мы уже, так сказать, только что поняли. Диалектика изучает движение мысли. Предметом диалектики является сама мысль и ее самодвижение. Мы вот сейчас вот когда говорили про уже материалистическое столкование, то понятное дело, что это самодвижение, его можно отразить в законах, всеобщих законах развития общества, мышления и природы. Но изначально диалектика не тождественна философии. Философия все-таки это наука о всеобщих законах развития мышления, общества и природы. И диалектика – это все-таки раздел философии. Нельзя философию отождествлять с диалектикой. Хотя диалектика – это значительный раздел философии, наиболее структурированный. Выступающий, так сказать, как наука. И тут товарищ пишет, который рассматривает данное явление как процесс борьбы. Слово «процесс» появилось, категория процесса. Что такое «процесс»? Кто-нибудь знает? Да, это не просто изменение, а изменение, связанное со временем. Да. То есть это движение, связанное со временем. Сложно очень. Зачем нам говорить, когда мы говорим о диалектике, время вообще привлекать к этой категории? Не нужно время здесь совершенно. «Процесс борьбы противоположностей и накопления внутренних противоречий, ведущих к революционной смене одного качества, на другое». Видите, что, товарищи, для того, чтобы понять, что такое диалектика, ему нужно понимать, что такое борьба противоположностей, противоречия, и что такое революция. Революция – это очень сложная категория, для которой вот просто категория диалектики, для того, чтобы определить категорию диалектики, революция не нужна. Диалектика ставит себе задачу рассматривать развитие в наиболее полном виде. Ну, так можно сказать, принимая во внимание всю его противоречивость, изменчивость. Изменчивость – это и есть противоречивость, в том числе. Потому что в изменении уже противоречие заложено. Кто-нибудь знает, что такое изменение, кстати? – Равенство и неравенство в один момент. – Ну, здесь момента нету. Опять же, мы ко времени здесь ничего не… Опять, вы ко времени пытаетесь привязать. Изменение – это равенство с собой и одновременно неравенство с собой. Я про время вообще ничего не сказал. Равенство с собой и неравенство с собой. Все. Значит, и тут нам товарищ пишет, что противоречивость и изменчивость. То есть, в изменчивости уже противоречие проглядывает. В этом наука диалектики видит главный источник движения материалистического мира. Ну да, основанием любого движения является противоречие. Да, об этом нам как раз диалектика и сообщает. Баладурин Владимир Викторович. Так, пишет. Как раз он задает вопрос. Получается, философия… Значит, он пишет, что философия – это наука о наиболее общих законах природы, общественного мышления. Но данное определение приписывает Энгельсу для диалектики. Во-первых, где вы нашли у Энгельса такое определение диалектики? В диалектике природы у Энгельса не так написано совершенно. Нет у него такого определения. И вы спрашиваете, получается, философия равна диалектике? Нет, философия не равна диалектике. Философия не исчерпывается только диалектикой. И мы это только что обсудили. Правильность соответствия некому правилу, взгляду. Вот товарищ пишет, и я это неоднократно видел. Про какое-то правило товарищи пытаются рассказать. На самом деле правильность выводится из как раз понятия истины. Если у нас истина противоречива, у нее две стороны. Это две стороны противоречия. То правильность это просто односторонняя, истина взятая односторонне. Вот и все, что можно сказать про правильность. А здесь какое-то правило возникло. Что за правило такое? И взгляд. То есть достаточно субъективная, еще какая-то субъективность к правильности привязывается. Никакой субъективности здесь не нужно. Правильность это истина взятая односторонне. Вот и все. Значит, правильность можно отнести ко всему, нужно только подобрать подходящее правило. Это неправильно. Что значит подходящее правило подобрать? Но дальше товарищ пишет абсолютно правильно. Истинное соответствие понятия объекту и соответствие объекта понятию. Именно в том смысле, в котором мы уже сегодня обсудили. Так, диалектика, наука о наиболее общих законах движения, развитии природы, общества и мышления. Нет, мы это тоже только что обсудили. Это философия. Не надо путать философию с диалектикой. Так, ну что, мы можем сделать перерыв, да? Кирилл Владимирович, я кампель, но нам на три вопроса первые нужно было ответить. Нет, вам нужно было ответить на любые три вопроса. А в нашем случае, получается, можно на один ответить. Ну, да, здесь мы как бы отвечаем на один вопрос обычно, да, устно. А я вам посмотрите, прошу первый первый вопрос. Да, давайте я по этому поводу скажу. И тут тоже товарищи сокрушались в том, что, мол, где на лекции, они не нашли ответы на все вопросы. Дорогие товарищи, как бы задача семинара не заключается в том, чтобы из лекции вытащили слова Михаила Васильевича, и как бы собрали их в ответ. В этом нет задачи. Лекция – это лекция, а семинар – это семинар. Для семинара можно было посмотреть другие лекции. Они, так сказать, в одной канве всегда лежат, но всегда по-разному Михаил Васильевич рассказывает. Можно было посмотреть, да и семинары можно было мои посмотреть, которые ранее были проведены. То есть, и можно было почитать какую-то литературу по этому поводу. Литература у нас всегда одна и та же. Хотя, так сказать, она обширна. В качестве литературы мы берем работы Маркса Энгельса, полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина и науку логики Гегеля. Вот наш список литературы. Ну, такой обширный, прямо скажем, да. Но тут ничего не поделаешь. Вот, поэтому ожидать, что в одной лекции вам, как бы, все расскажут и вы по лекции запишите ответ, не надо. Такой задачи вообще не стоит у лектора. – Это слишком волшебный, сам. – Это для одной лекции все расскажет. – Да, да. – Это слишком слабо. Можно и так сказать. Ну что, перерыв? Продолжаем, товарищи, рассматривать… Товарищи, потише там, пожалуйста. Продолжаем рассматривать присланные работы и разбираться в ответах, которые были сделаны. Так, вы сейчас там ногой, да. Викторов, Иван Викторович, отвечает на вопрос о диалектической истины и сообщает нам, что истина противоречива, и это абсолютно правильно. Для определения истины объект должен рассматриваться целиков, почему-то целиков. Товарищи, я призываю все-таки, когда вы написали ответ, прочитать его хотя бы один раз, а желательно два. Должен рассматриваться целиком в единстве своих противоположностей, все правильно, но как это относится к диалектической истине? Как мы сказали, что если мы говорим о диалектической истине, она заключается в том, что объект нужно понять, осознать, выразить в понятиях и потом изменять в соответствии с понятиями, выработанными. И это как раз есть единство идеи теоретической, идеи познания и идеи практической, идеи изменения мира. И в этом заключается диалектическая истина. Станислав Валерьевич Волынец пишет нам, товарищ, философия – это, первое, системно-теоретический вид мировоззрения, в котором рационально обосновывается представление о мире, место в нем человека, направленность, принципы и цели его деятельности. Но это еще не все. Второе – система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах реальности бытия, а также бытия человека, об отношении человека и окружающего мира. Реальность бытия тут возникает у товарищей категории такие. И дальше, третьим, наука о всеобщих законах развития природы и общественного мышления. Тут все хорошо, за исключением того, что первые два пункта надо выкинуть, потому что это какой-то мусор непонятный, и оставить только третий. Вот, товарищ, тут, кстати, используют категорию реальности. Это категория из науки-логики Гегеля, из первого тома, как раз из учения о бытии. И вот так ее использовать – реальность бытия. Это вообще неправильное словосочетание даже. Мы на следующем занятии определим, что такое реальность, и выведем реальность из чистого бытия. Такое у нас будет упражнение. Так, правильность, удовлетворяющая правилам нечто, совпадающее с каким-то действительным фактом. Опять, правила у нас возникли, и категория «нечто». Это сложная категория, которую вот так просто тоже к правильности не надо приписывать. Правильность – это односторонняя истина. Истина, взятая с односторонней. Итак, односторонняя истина нельзя сказать, вот это я тут зря сказал. Потому что односторонней истины не может быть. Вот истина, взятая односторонней, может быть. То есть истину можно взять как односторонний и получим правильность. Так, истина – соответствие мысли, объективной реальности, абсолютное, представление о бытии, обусловленное историческим этапом развития познания, относительное. Ну, это вот такое рассуждение об истине, которое истину не определяет. Диалектическая истина – это исторический процесс отражения человеческим сознанием вечно развивающейся действительности, используя диалектический метод, человек познает внутренние противоречия движения, в скобочках, моменты предмета, истоки его возникновения и неизбежность его исчезновения. То есть товарищ думает, что диалектическая истина – это как бы рассказать о том, что все приходящее в этом мире, что все имеет свой конец. Это правильно, все приходящее. Ну и что? От этого диалектическая истина не появляется. Диалектическая истина – все-таки это единство познания и изменения мира. Гилева, Светлана Анатольевна. Тут все нормально в ответе, но Светлана Анатольевна так пишет. Правильность – это когда есть соответствие какому-то понятию или тому, что есть. Вообще формулировать мысль «это когда» не очень с точки зрения русского языка правильно. Но в целом ответ застег. Глушков Дмитрий Алексеевич, прошу прощения, на второй вопрос товарищ отвечает и говорит, «Истина содержит в себе все достоверные сведения об объекте и показывает их противоречия, при этом определяет сущность целого». Не определяет истинно сущность целого. Значит, истина – это, как мы говорили, соответствие понятия предмету. А сущность, она закопана в понятии. Вообще, когда мы будем дальше говорить о понятии, понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. Поэтому истина, в ней, конечно, в этом понятии сущность там закопана, и она просвечивает. Но говорить, что в определении истины нужно говорить о сущности, это было бы неправильным. Так, дальше пишет товарищ на пятый вопрос ответ. Диалектический материализм является научным мировоззрением, которое обобщает данные наук для понимания реальности. Опять реальность возникает. Мы определим, что такое реальность на следующем занятии. В основе диалектического материализма лежат следующие принципы. Реальность и объективность мира. Окружающая действительность материальна. Сама материя движется по трем основным законам диалектики Гегеля. Где бы вы у Гегеля нашли эти три основных закона, дорогой товарищ? Нету там никаких трех законов основных, тем более. Основные – это, кстати, те, которые лежат в основании. Нету там никаких трех законов, и материя по ним, соответственно, не движется. Система логики Гегеля, ее нужно было взять всю, как таковую, а не выцеплять оттуда какие-то три закона. Материя первична, сознание вторична. Ну, хорошо, да, естественно, что для материализма материя первична. Наличие всеобщей взаимосвязи. Постоянная изменчивость материи в мире. Познаваемость мира. Ну, в общем, вы тут как бы каких-то свойств накидали диалектического материализма, но что такое диалектический материализм, так и не раскрыли. Так, Горбушкин Сергей Александрович. Нам пишет, товарищ, философия – это наука наиболее общих законах природы, общественного мышления. И приводит высказывание Синеки. «Философия проповедует прежде всего здравый смысл, общительность и человечность». Никакой здравый смысл и общительность, и человечность философия не проповедует. Синека, так сказать, высказался о философии, но, как нас учил товарищ Энгельс, здравый смысл хорош, когда вы находитесь в комнате, в быту он хорош, а когда вы выходите на широкий простор науки, то здравый смысл здесь не подходит. Рассуждение в соответствии со здравым смыслом. Тем более общительность и человечность философия не проповедует. И вообще слово проповедует, конечно, его можно понимать в широком смысле, но проповедь – это все-таки нечто религиозное. Философия к религии не имеет особого отношения. Так, Давлиев, Рафаил Султанович. Диалектическая истина – это развивающаяся истина, которая в процессе познания и развития знания постоянно выходит за свой предел. Ну, товарищ тут перепутал очевидным образом, и про диалектическую истину говорит, что это не то. То есть это истина, которая выходит за свой предел. При чем тут предел? Понятно, что предел – это категория, так сказать, тоже науки-логики, но к истине здесь ее применять совершенно лишнее. Арбутовская Ольга Александровна пишет, «Истинное знание, знание о природных социальных процессах противостоит заблуждению». Никакого нет противостояния между истинным знанием и заблуждением. Что за противостояние такое? «Истина – продукт мыслительной деятельности. Ее носитель – отдельный человек, коллектив, социальная группа, класс». Это очень странное рассуждение. Но понятное дело, что если мы выражаем в понятиях, мы как можем выразить в понятиях? Только словами сказать. Естественно, что это может сделать только человек, выразить в понятиях. Это как бы самоочевидно. Но к определению истины это никакого отношения не имеет. Тут у вас получается отдельный человек, коллектив, социальная группа, класс. Кстати говоря, как социальная группа вырабатывает истину? То есть что, они вместе все говорят? Как бы пытаются вместе сформулировать понятия или что? Понятия формулирует все-таки один человек, один представитель класса и так далее. Если вы возьмете даже капитал Маркса, все-таки считается, что... Да если вы возьмете самое базовое, манифест коммунистической партии. Его как будто вроде писали... Там подпись Маркса и Энгельс, но писал-то его все-таки один человек. Кто-то из них писал. Они обсуждали, наверное, но писал его один человек. Поэтому что такое истина, которая... Деятельность, которая... Носителем которой является класс? Странно. Богоманов Герман Шамильевич пишет, диалектическая истина – это истина, взятая с отрицанием. Например, если говорить о круглом, то нужно знать и все, что не круглое. Это вы как-то очень механически подходите к истине. Истина противоречива, то есть она содержит противоположные моменты, моменты противоречия. Но если мы говорим про диалектическую истину, здесь мы говорим всегда об идее познания и преобразовании мира. В этом заключается диалектическая истина. Если вам, дорогие товарищи, кажется, что это такой самоочевидный факт, вроде простой, не о чем особенно долго говорить, то вообще говоря, философия для того, чтобы перейти от фейербаховского созрицательного материализма, уже материализма, к диалектическому материализму Маркса и Энгельса, сделала достаточно значительный шаг в философии, прямо эпоха. Поэтому мы так и останавливаемся на этом достаточно подробном. И повторяем это много-много раз. Дзюба, Денис Николаевич. Диалектическая истина. Истина, которая выявляется во всех своих противоречиях. Неправильно, мы это уже обсуждали. Диалектика как наука. Это метод познания движения мысли от общей категории до частной и от частной ко всеобщей. Нет, это неверное даже высказывание о диалектике. Значит, для того, чтобы доказать, что диалектика является наукой, мы это вот обсуждали немножко, но, правда, применительно к философии. Да, давайте докажем, что диалектика – это все-таки наука. Значит, мы говорили, что наука – это система знаний или знания, возведенные в систему. Про диалектику можно такое сказать? То есть нам нужно определить начало как неразвитый результат и результат как развертанное начало. Что является началом диалектики? Чистое бытие. Абсолютно правильно. А результатом, к которому мы приходим? Абсолютная идея, да. То есть вот мы показали. Первое, что в диалектике есть начало как неразвитый результат, есть вот это движение, которое все переходы между диалектическими категориями, они логичны, они подчиняются формальной логике, в этом смысле логичны. В формальной логике, значит, есть движение некое и есть результат, как развернутое начало и начало как развернутый результат. В этом смысле диалектика является наукой. Она предстает перед нами как наука. Так, диалектический материализм. Изучение реально существующих объектов методом диалектики, как, например, история и экономика. Что такое диалектический материализм, мы уже проговорили. Нам надо взять и понять, что те движения в категории, которые мы видим в науке логики, они на самом деле отражают реальное движение, которое имеет место в материи. То есть, это прямо отражение движения в материи. Это является диалектическим материализмом, то есть, материалистическим истолкованием диалектики Гегеля. Исторический материализм. Вот товарищ пишет, изучение момента сейчас через предшествующие события в прошлом. Ну, товарищ определяет, что такое история, а что такое исторический материализм, не определяет вовсе. Диалектика как источник и основная часть момент марксизма. Диалектика здесь является методом изучения политэкономики. Политоэкономики такого нету слова. Политоэкономия есть. В результате чего получается марксизм. Нет, так это как-то совершенно неправильно. Диалектика является методом, конечно, марксизма, но диалектический материализм, точнее, можно сказать, является методом марксизма. Но в результате него марксизм не получается. Марксизм имеет три составных части, как писал Владимир Ильич. Это исторический материализм, это политическая экономия, изложенная в капитале, то есть критика политической экономии, критика капиталистического способа производства и научный социализм. Вот три момента марксизма. А моментами они являются в том смысле, что если вы начинаете изучать исторический материализм, то вы фактически приходите к изучению, тут же изучаете и политическую экономию. Политическая экономия никак не отделима от исторического материализма. Если вы возьмете капитал Маркса, с чего начинается капитал Маркса? С товара. С самой простой категорией, да. Прямо сразу же Маркс изучает категорию товара. Изучает, изучает, то есть там логическое движение развивается, а потом вдруг он пишет о том, что бьет час капиталистического способа производства, и оболочка капиталистического способа производства срывается, и экспроприаторов экспроприируют. И он прямо пишет о том, что кто экспроприирует этих экспроприаторов, то есть он пишет о рабочем классе. А вот это уже, вообще говоря, мы уже заходим в сферу как раз научного социализма. То есть это вот в этом смысле нераздельные вот эти три части, которые частями не очень хорошо называть, а правильно называть моментами, они нераздельны в марксизме. Людмила Дубровина отвечает на первый вопрос. И сообщает нам, что задача, двоеточие, видимо задача философии, изучение всеобщих законов развития мира и общества, процесса познания и мышления, нравственных категорий и ценностей. И здесь Людмила Дубровина делает крупную, я бы сказал, ошибку, потому что никаких всеобщих нравственных категорий и ценностей не существует. Вот такой вот странный факт. Все нравственные категории, такие категории, как справедливость, они являются классовыми. То есть справедливость – это классовая категория. И для разных классов она разная, как и нравственность. Для одного класса эксплуатация правильно и естественно, вообще говоря, нас, господа капиталисты, убеждают, что эксплуатация – это естественный процесс, естественное движение вещей. И для другого класса она никакой нравственной и справедливой не является, и поэтому у рабочего класса совершенно другая справедливость. Поэтому категории нравственных ценностей нельзя считать философскими, они не всеобщими являются. Так, метод, сообщает нам товарищ, диалектика. Что это значит, я не понимаю. В каком метод-диалектика? Чей метод диалектика? Непонятно. Так. Истина. Второй вопрос. Истина одна. Противоречивая. Не односторонняя. Ну, хорошо. Непротиворечива формальная истина. Нету никакой формальной истины. Это вот как бы, когда вы берете абстракцию истины, да, одностороннюю, то вы получаете правильность, это уже не истина. Да, вы пишете непротиворечиво, ну, непонятно, что значит формальная истина, непротиворечива. Истина всегда противоречива. Поскольку она отражает реальный мир. Так. Жаринов Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич решил скопировать Википедию нам. И в этом копировании он попал только в один вопрос. Ну, так, наиболее, более-менее точно ответил. Про диалектичный материализм. А про философию. Да, особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах реальности бытия, а также бытия человека, об отношении человека и окружающего его мира. Ну, это вот такая солянка, сборная солянка, которая как раз в Википедии в большинстве своем присутствует по естественным наукам. Что здесь важно понимать? Википедия, дорогие товарищи, это ресурс, на который могут вообще писать все, кто хочет. На который могут писать все, кто хочет. Поэтому брать Википедию как некий источник я бы крайне не рекомендовал. Более того, я бы крайне не рекомендовал даже брать в качестве источника Большую советскую энциклопедию. Потому что определенные издания Большой советской энциклопедии приходятся на конец 60-х годов. А, как мы знаем, контрреволюция в Советском Союзе произошла в 61-м году на 22-м съезде. И, в общем-то, вопросы, связанные с естественными науками, с философией, они являются определяющими для способа производства. То есть, скажем, философия, которой придерживаются господа-капиталисты, которую они пропагандируют, она несколько отличается от философского мировоззрения социалистического. Из социалистического мировоззрения, из марксизма следуют строго определенные выводы, которые господам-капиталистам не очень нравятся. И поэтому уже в Большой советской энциклопедии, поскольку начался переходный период от социализма к капитализму в конце 60-х годов, в Большой советской энциклопедии отражается та борьба, которая уже велась по философским вопросам. И там уже многие искажения мы можем наблюдать. В частности, если уже есть неточности в определении социализма, есть неточности. Поэтому в качестве источников я бы рекомендовал брать источники, о которых я уже говорил, это полное собрание сочинений Ленина, Маркс, Энгельс и Гегель для диалектики. Википедия явно не тот источник, который следует цитировать. Карташов Владимир Александрович сообщает нам, что правильность – это соответствие правилу. Опять, я так думаю, что где-то в Википедии это написано, что правильность – соответствие правилу. И вот товарищи это повторяют. Диалектика как наука – раздел философии, изучающий законы изменения, перехода качественного в количественное. Диалектика как наука не изучает переходы качественного в количественное. Качество, категории качества рассматриваются, они идут сначала, а потом переходят к категориям количества. И просто из категории качества потом выводится категория количества. А изменение и переходы качественного в количественное диалектика не изучает. Идем дальше. Ледовский Игорь Николаевич сообщает нам. Сущность исторического материализма заключается в материалистическом понимании диалектического развития истории. И непонятно, что это значит. Что значит сущность исторического материализма? Я уже сказал, как это формулирует Энгельс. Все-таки обратите внимание, формулировка Энгельса достаточно точная. Энгельс говорит, что определяющим моментом развития является производство и воспроизводство непосредственно жизни. Это все-таки другая формулировка от того, что товарищ нам предлагает. Что сущность исторического материализма заключается в материалистическом понимании диалектического развития истории. Это как-то набор слов. Где диалектика есть наука о противоречиях? Первый руководящий принцип состоит в том, что изменение и развитие в природе и обществе происходит по объективным законам. Тут товарищ ставит на одну, так сказать, кладет на одну чашу весов изменения и развитие. Вот изменения, мы сегодня говорили, что такое. А развитие, кто-нибудь знает, что такое? Категория развития. Она значительно сложнее, чем изменения. Любое развитие является изменением. Но не любое изменение является развитием. И поэтому изменение и развитие нельзя вот так, рядом положенным, использовать. Прогрессивное изменение стало. Да, вот тут правильно, товарищ, говорит нам. Развитие – это движение не от простого к сложному тока, а простого к сложному. В развитии не мы, не что-то внешнее двигается. Вот было простое, и потом мы передвинулись к сложному. А это движение простого к сложному, не от простого, а самого простого, само простое движется к сложному. От сложного к простому, а это что? А? От сложного. Сейчас мы об этом скажем. Сейчас мы скажем об этом. Значит, хороший вопрос, сейчас мы об этом поговорим. Значит, движение простого к сложному, низшего к высшему. И развитие, как достаточно сложная категория диалектики, естественно, является какой? Ну какой? Противоречивый, подсказывают нам товарищи. Естественно, он является противоречивой. В развитии заложено противоречие. Значит, в развитии должно быть два момента, нам нужно рассмотреть. То есть, один момент – это движение связано с движением, совпадающим с направлением развития, то есть вот то движение, которое совпадает с движением простого, сложного, низшего к низшему, и второе, которое противоположно этому движению, которое совпадает с движением в развитии, называется как? Прогресс, которое противоположно реакции или регресс. То есть, развитие – это единство прогрессивного и регрессивного движения в одном движении. Вот тут нам уже, так сказать, диалектика и помогает. И когда говорят, что… Значит, развитие – это, кстати, какая категория? Это категория философская? Значит, это категория какая? Всеобщая. Это значит, что она к чему может быть применена? Ко всему. Ко всему. Развитие есть везде, дорогие товарищи. И даже когда у нас происходит контрреволюция, и мы от более прогрессивного социалистического способа производства переходим к капиталистическому способу производства, этот что тоже? Это развитие. Просто другой момент развития, регресс, на какое-то время стал преобладающим. Поэтому развитие надо понимать как всеобщую категорию тоже. Все развивается в этом смысле. Все развивается. Только где-то момент регресса превалирует. Или является определяющим, так лучше сказать. Итак, мы поняли, что изменений и развития нельзя… Об изменении и развитии говорить как о рядом положенных понятиях. Развитие является изменением, но не любое изменение является развитием. Так, второй принцип состоит в том, что взгляды, существующие в обществе вместе с общественными учреждениями, всегда определяются условиями материальной жизни. Общественное бытие определяет общественное сознание. С последним я согласен. Это, так сказать, правильный принцип, правильный закон диалектического материализма или исторического материализма, что общественное бытие определяет общественное сознание. Но то, что вы до этого сказали, не имеет отношения к этому закону. Давайте поговорим как раз об общественном бытие, каким образом оно определяет общественное сознание. Что такое общественное бытие? Я уже говорил сегодня, но кто-нибудь напомнит мне? Что такое общественное бытие? Когда мы говорим «общественное бытие», «бытие общества», что это такое? Производственное бытие. Нет. Ну, да. Общественное бытие – это общественное производство. То есть, это прямо можно сказать, что общественное бытие есть общественное производство. Поэтому для того, чтобы узнать что-то об обществе, об его бытии, нам нужно посмотреть на то, на что? Не что производит, а как производит. Как это общество производит. И в общем-то, чтобы сказать что-то об обществе, чтобы определить, где это общество находится, нам достаточно ответить на вопрос, как общество производит. И в этом смысле вот это и является общественным бытием. И вот ответ на этот вопрос, как общество производит, и определяет общественное сознание. То есть, если у нас общество производит, сейчас каким образом производит наше общество? Капиталистическим. У нас капиталистический способ производства. Соответственно, и сознание у нас какое? Общественное. Ну, правильно говорить, буржуазное. Да, буржуазное сознание в подавляющем большинстве голов трудящихся и нетрудящихся слоев населения. Буржуазное сознание. Так что это как раз, когда мы говорим о том, о буржуазных выборах, когда, так сказать, граждане левые спорят о том, ходить ли им на выборы или нет, и чем закончатся эти выборы и так далее. Это все очень смешно, когда это все наблюдаем. Если учесть как раз этот закон, что общественное бытие определяет общественное сознание, то, так сказать, если в большинстве голов буржуазное сознание, то победит у нас кто? Буржуазный класс. Представители буржуазного класса. Все. Вот из этого закона это очевидным образом следует. Так, и третий принцип нам сообщает товарищ Ледовский. Третий принцип гласит, что идеи, возникающие на основе условий материальной жизни общества, сами играют роль в развитии материальной жизни общества. Это что-то такое очень идеалистическое. Идеи, возникающие на основе условий материальной жизни. Ну, понятное дело, что идеи об изменении общества, социалистические идеи, идеи коммунизма, они, конечно, возникают в, имеют, так сказать, почву в капитализме, в капиталистическом производстве. И в этом смысле они, конечно, играют роль в развитии материальной жизни общества. Но, ну да, если вы говорите, играют роль, то так можно говорить, ладно. Если нельзя говорить, что они определяют прямо, но играют роль, можно говорить, хорошо. Так, идем дальше. Лунин, Павел Борисович. Павел Борисович задает вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ответы на 7 вопросов я могу найти в первой лекции, которую читал Михаил Васильевич Попов, знак вопроса. Могу ли я найти? Да. Или подразумевает поиски ответов из других источников. Просто я, посмотрев лекцию, смог ответить только на 3 вопроса. Этот вопрос мы уже проговорили. Павел Борисович, вы должны искать ответы на вопросы не только в одной лекции. Задача лектора не ответить на вопросы семинара. Такой задачи не ставится. Масальский, Иван Александрович. Так, сообщает нам товарищ Масальский, что истинно не просто правдивое утверждение, а совокупность всех данных, которые не могут быть поставлены под сомнение. Ну, это неправильно просто. Это неправильное утверждение. Диалектика – это такой переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторонние и ограничены. То есть, содержат отрицание самих себя. Это очень тонко завернул товарищ. И, естественно, завернул неправильно. Одно определение не переходит в другое. Есть движение категорий. И одна категория раскрывается в следующей категории. Кстати говоря, в этом смысле, говоря об истине, какая первая истинная категория диалектики? Степан Степанович, я знаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Потому что вы неоднократно слушали эти лекции. Но дайте товарищам как-то первые... Давайте расскажем, почему. Потому что она противоречивая. Да. Какая категория? Становление. Становление, да. И правильно абсолютно, потому что она противоречивая. Это первая противоречивая категория в диалектике. И поэтому она первая истинная категория. И это надо тоже хорошо понимать. То есть, в этом смысле, категория чистого бытия, бытия и ничто истинными не являются. Они абстрактны. Потому что противоречивших никого нет. Если можно, вопрос по противоречивости истинности. Вот, допустим, у нас есть объект стола. У меня есть объект какой-то. У меня есть понятие стола. Я говорю, что этот объект – это стол. Вот вроде как я, типа, сделал соответствие верное между объектом и понятием. Что нужно добавить к этому, чтобы исправильность этого стола есть? Значит, для того, чтобы изучать стол, вот так вот, как он есть, диалектика-то не особо нужна. Значит, для того, чтобы изучать сложные объекты, нам вот нужна как раз диалектика. Но для того, чтобы доказать, что стол противоречив, в этом никакой сложности нет. Потому что поскольку мы сказали, что все является изменяющимся, то есть равным самому и неравным самому себе, поэтому стол тоже противоречив в этом смысле. Так что вот противоречие уже есть. Для того, чтобы физические объекты изучать, и, собственно говоря, наука физика, она не вскрывает противоречия, ей противоречия не нужны. Как планеты летают вокруг друг друга, для этого диалектика не очень нужна. А вот для того, чтобы изучать очень сложные объекты, такие как общество и движение, самые высокие формы движения материи, это общественные формы движения, вот тут без диалектики никуда. Потому что в общественном движении противоречия все время усматриваются. Поэтому в столе, как мы уже договорились, мы тоже можем найти противоречия. Стол изменяется. Но для того, чтобы осознать, что такое стол и понять его, нам диалектика не очень нужна. То есть здесь противоречие не в том, что нужно еще нам как-то на основании этого изменить мир, а в том, что сам стол... Ну, на самом деле, да, вы, так сказать, можете определить, что стол там не очень стол, и надо, так сказать, сделать нормальный стол. Но это, опять же, это вот такая механизация диалектики. То есть давайте будем применять диалектику. Вот у нас есть один великий, великий, как это сказать, формальный логик, формальный логик в интернете, значит, который на самом деле занимается, ну, просто борьбой с диалектикой. Вот он говорил там, что-то он пытался, молоток к молотку диалектику применять. То есть показывает уровень масштаба мышления человека, что он ему... Вот молоток хочет применять при помощи диалектики. Мы хотим при помощи диалектики изучать общество. Ну, это понятно, что общество сразу изучает важновато. Да. Сейчас мы... Да. Все, мы давайте заканчиваем сейчас. Давайте мы стол... Это какая-то банальщина. Давайте мы стол не будем обсуждать. Это диалектика не применима в части. Да применима она к столу. Господи, я вам еще раз сказал, стол изменяется, он постоянно равен и не равен самому себе. Все, там он противоречив в этом смысле. Давайте... Я с него ем, это стол. Я могу на него сидеть, мы с ним столом не ем. Ну, в этом тоже, да. Но это более сложно вы, так сказать... Стол с помощью диалектики разбирать не нужно. Да. Вы говорите про действительность стола. Чтобы стол действительно был столом, с него надо есть, да, а не сидеть на нем. Также, кстати, но тут мы переходим в сферу сущности. Вот для того, чтобы... Значит, действительно это то, что соответствует, давайте так, соответствует сущности в явлении. В этом смысле, вот, действительность стола, действительным стол становится тогда, когда мы на нем пишем, с него едим и так далее. Действительным становится стакан тогда, когда мы из него пьем, а не тогда, когда он стоит на полочке и в виде украшения. То есть, действительно, это соответствие в явлении, соответствие сущности. А, кстати говоря... Ну, давайте, ладно, это мы отложим на наш другой семинар какой-нибудь, обсудим. Можете подумать, что такое действительный и действительный человек в том числе. Вот это такое хорошее упражнение, подумать о том, что такое действительный и действительный человек. Все, я закончил разбор ответов. Давайте перейдем к вопросам. Да. Вопрос от Алексея Агафонова. Нельзя ли сказать, что метод – это то, как познается объезд познания? Нет, нельзя. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Еще раз. Содержание изучаемого предмета имеет свое внутреннее самодвижение, и осознание формы, в которой это самодвижение происходит, называется методом. Вот это научное определение метода. Вопрос от Павла Орлова. Почему «конкретный» означает «противоречивый»? Так в философии используется слово «конкретный» означает «противоречивый», в противоположность абстрактному, одностороннему. Вопрос от Хона. Можно ли давать определение науки как системы знаний об объекте, или это просто система знаний? Объект есть в каждой науке? Нужно ли это отмечать в определении? В науке есть предмет науки, то есть предмет, который эта наука изучает, но никакого про объект в определении науки не надо говорить, потому что если мы говорим о науке вообще, то это система знаний просто, или знания, возведенные в систему. Никакого объекта тут нет. Вопрос от Гюльбедина. Как мы узнаем, что известное уже познано и выражено в понятиях? Может быть, известное недостаточно познано, но мы об этом не знаем и думаем, что познали полностью. Может быть, поэтому и познание, оно бесконечно. То есть познание, углубление наших знаний, оно бесконечно. Вопрос от Гюльбедина. Что такое материя, обладающая сознанием? Значит, материя, обладающая сознанием, это человек. Все. Ну, человек в широком смысле имеется в виду, конечно, то есть если где-то там существуют такие формы материи, которые могут отражать сами себя, имеют вот это свойство отражения, то мы тоже эти формы материи называем человеком. То есть это человек в широком смысле. Вопрос от Дениса Косова. Значит, здесь товарищ Гегель пытается извернуться. Заметьте, у него в предисловии, там, не знаю, страница 40 исписана в науке логики Гегеля. И он пытается вот объяснить, что вообще говоря, конечно, вот там идея, вот этот как бы бог, абсолютная идея, вот с них бы надо начинать, но потом он приходит к тому, что надо начинать с чистого бытия. И началом диалектики является чистое бытие. Почему началом является чистое бытие? Потому что все, что бы мы ни взяли, возьмем абсолютную идею, она есть. А чистое бытие – это просто есть без всякой дальнейшей определенности. Чистое бытие, абсолютная идея есть, если я уж про нее говорю, значит она есть, значит чистое бытие стоит значительно раньше этой абсолютной идеи. В этом смысле и заключается материалистическое толкование диалектики Гегеля. И если вы почитаете Владимира Ильича Ленина, его философские тетради, то вы там прямо увидите, что он пишет, что начало с бытия, с чистого бытия – это очень материалистично. Есть все, все есть, чистое бытие. Вопрос от Гебедина. Что есть сущность истины? Что есть форма истины? Что есть сущность истины? Нету никакой сущности истины. В том-то все и дело. Когда мы тут говорили про сущность истины, ее нету. Истина – это просто соответствие понятия объекту. И форма истины тоже? Ну, форма истины, если мы говорим о понятии, то форма истины одна, в языке. И в словах она выражается. Вопрос от Алексея Галпанова. Как объяснить слесарю или токарю на заводе основанной логики и диалектики, например, от его собственной зарплаты? Как говорить с рабочим классом и менее образованными, допустим, люмпен-маргиналами? Значит, люмпен-маргинал – это новый термин, люмпен-пролетариат обычно используется. Значит, тут два момента. Первый момент – я не понимаю, зачем вы что-то пытаетесь доказать люмпен-пролетариату что-то. Потому что, в принципе, если мы говорим об диктатуре пролетариата, то диктатура пролетариата – это, как говорил Ленин, научное, латинское, историко-философское понятие, означающее то, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские рабочие, могут управлять всей массой трудящихся вплоть до полного коммунизма, если коротко говорить. Поэтому класс, который определяет диктатуру пролетариата и который является определяющим в диктатуре пролетариата – это класс фабрично-заводских рабочих. С ними-то, собственно говоря, и надо вести работу. Здесь две стороны. Есть научный социализм, а есть рабочее движение как таковое. Рабочее движение возникает на основании борьбы за самые ближайшие интересы. Рабочий как класс. Рабочий класс не может осознать свои коренные интересы и выразить их. Для этого есть товарищи-интеллигенты, которые это сделали за них. Так вот, задача, в частности, партии рабочего класса – соединить научный социализм с рабочим движением. И чтобы они соединились, чтобы рабочие, вот это вот стихийное движение, которое возникает как результат требования и борьбы за ближайшие интересы. А какие ближайшие интересы у рабочих? Экономические, конечно. Это заработная плата, условия труда, продолжительность рабочего дня. Вот они, основные интересы рабочего класса. И разъяснить рабочим, разъяснять надо рабочим, что в конечном итоге они решить вот эти вопросы, которые возникают, связанные с этим, с ближайшими интересами. Они не могут никак, кроме как обеспечить свои коренные интересы. То есть полное уничтожение классов. Как это делать? Ну это, так сказать, искусство определенное. Как разговаривать с рабочими – это тоже определенное искусство. Но для начала с этими рабочими надо начать разговаривать. Надо их как-то видеть. Вот товарищи из рабочей партии России видят этих рабочих хотя бы на проходных заводах и фабриках. И раздают там газеты этим рабочим. Как-то с ними общаются. А иные левые, они, так сказать, только грезят в рабочем классе и никогда с ним не пересекаются нигде. Вопрос от Вадима Розова. Почему нет книги по марксистской диалектике, равной наукой логике Гегеля? Потому что наука логики Гегеля вполне раскрывает все содержание системы диалектики. И надо сказать, что вот Маркс, где-то он писал, что будь у него там время, он бы на нескольких печатных страницах изложил все то содержание, которое есть у Гегеля на нескольких печатных страницах. Но, так сказать, Маркс как-то этого не сделал. По всей видимости, не потому, что у него не дошли, он писал, что если дойдут руки, я это сделаю. Но не потому, что, видимо, что руки у него не дошли, а потому, что, в общем-то, говорят, что вот эту систему раскрыть короче и более лаконично, чем это сделал Гегель, достаточно сложно. Поэтому нету. Павло Орло, если контрреволюция произошла в 61-м году, то с 61-го года уже была не диктатура пролетариата, а диктатура в России. Что тогда произошло в 91-м году? Значит, это абсолютно закономерный вопрос. И ответ на него заключается в том, что действительно с 61-го года у нас была диктатура буржуазии. Это правильно. И нас товарищ Ленин учил, что либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Не может быть ничего вместе, между и так далее. Либо одно, либо другое. Ну, а если, значит, отказались от диктатуры пролетариата, значит, какая у нас диктатура? Диктатура буржуазии. И, соответственно, начался переходный период от социализма, то есть от коммунизма в нижней фазе, к капитализму. С чем переходный период вообще определяется? Что это значит? Переходный период борются две тенденции. Если мы говорим о переходном периоде от капитализма к социализму, который начался у нас в России, когда начался переходный период от капитализма к социализму? В 17-м году. В 17-м году с революции он начался вот этот переходный период. И длился он? До 36-го года примерно. Когда, собственно говоря, да, коллективизация произошла. Что это значит? Что вот в этот переходный период происходило? В этот переходный период происходила борьба нескольких укладов в экономике. Эти нескольких укладов частнокапиталистический уклад, госкапитализм, мелкобуржуазный уклад и социалистический уклад. И социалистический уклад в итоге победил. Он победил чисто экономическими методами. Таким образом, когда был построен социализм, что такое социализм? Это коммунизм в первой фазе, это общественная собственность на средства производства. Вот она была установлена. Общественная собственность на средства производства стала главенствующей в экономике. Таким образом был построен социализм. Значит, в переходном периоде мы видим борьбу тенденций. В переходном периоде от социализма к капитализму мы видим ту же самую борьбу тенденций. Мы видим тенденцию на установление, полный возврат к рынку, то есть появились так называемые рыночники, товарники, которые заполонили все трибуны и вели уверенную борьбу за то, что нам нужно новый социализм. Бороться за товар и так далее. И, собственно говоря, они и победили в итоге. Но были противоположные тенденции, которые выражались в научной среде, которые боролись за то, что социализм и социалистическое производство принципиально не товарное производство. И вот эти тенденции боролись. Но тенденции к капитализму победили. И в 1991 году закончился переходный период от социализма к капитализму. И наступило бытие, наличное бытие капитализма. Но при этом диктатура буржуазии была в 1961 году. Что еще можно, кроме истории общества, изучать с помощью диалектики? И с помощью диалектики, как я уже сказал, можно изучать все. Но наиболее полно себя диалектика раскрывает в применении к изучению сложных объектов. Сложный объект – это движение наиболее высшей формы материи. Общественное движение. Вопрос от Сергея Круша. Справедливость – это неизбежность наступления последствий, соответствующих деяниям за лицами и непричастными. Но принципы определения справедливости носят классовый характер. Верно ли это утверждение? Неверное утверждение. За исключением последнего, что справедливость носит классовый характер. А до этого вы что-то там придумали свое. Вопрос от Ликвида. Если материя, обладающая сознанием, это человек, то почему животное не является материями, обладающим сознанием? Потому что оно не отражает само себя. Отражение, как происходит в нас? Как мы отражаем самих себя? И материю окружающую. В творчестве, например. В основном в языке, языке. Как-то животных, пока говорящих и излагающих понятия, мы не встречали. Вопрос от Кая Ханси. Так как в 1971 году доллар был отвязан от золотого эквивалента, с этого момента доллар равен самому себе. Но для производства доллара, цифрового, не нужен круг. Значит ли это, что доллар перестал быть товаром? Доллар никогда не был товаром, дорогие товарищи. Доллар – это представитель товара, представитель товара золота. Золото является товаром. Значит, то, что там был отвязан доллар, произошла отвязка от золота. Чем это обеспечивалось? Основное, чем обеспечивается эта отвязка? Нет, не экономика, нет. Войсками. Абсолютно правильно. Армией и флотом американским. Если кто-то откажется принимать доллары, прилетят демократические бомбардировщики, разбомбят и объясняют, что доллары нужно применять. Так что в этом смысле доллар, он привязан к золоту по-прежнему, но, так сказать, его могут бесконечно опечатать Соединенные Штаты, обеспечивая его своими войсками. Так, на этом мы заканчиваем. Давайте последний вопрос. По определению науки. Допустим, я возьму астрологию, возьму там что-то за начало, возьму что-то за результат, проведу логические связи, выведу результаты сначала. Будет ли тогда астрология? Ну, это будет научным знанием, да. То есть, в определении науки мы как бы практику не изучаем? Ну, вот вы будете выводить эти... То есть, там должна быть какая-то взаимосвязь логичная, да? Если вы обеспечите формально-логичную взаимосвязь в этом движении, то, пожалуйста, это будет с наукой. Ну, пока такого нету. Что значит чисто гипотетически? Чисто гипотетически, там, существует макаронный монстр, но пока как-то... Вопрос в том, что мы практику исключаем из определения. Нет, мы не исключаем практику из определения как раз в понятии истины. В науке практика, вот в определении науки практики нет, да. Спасибо. Так, давайте. А я вот со своим другом однажды спорил очень-очень долго и пытался ему доказать то, что истина одна, да? А он мне доказывал то, что вот у каждого своя истина, вот у меня своя, у него своя. Да, это называется плюрализм истины, это как бы известное, известное мировоззрение, ну, точнее, не мировоззрение, такая мысль, которая навязана буржуазным мировоззрением. Плюрализм истины называется. То есть, как будто бы истины много, у каждого своя истина. Вот эта вот вся история сделана только для того, чтобы действительно истину, как таковую, ее затушевать. Это раз. А второе, если говорить там про друзей и так далее, значит, дорогие товарищи, вам, как пропагандистам, это надо знать, что наша задача не является переубедить конкретных людей. Конкретных людей зачастую переубедить не удастся, зачастую не удастся переубедить членов ваших семей. Не получится этого сделать. Вы на этом пути можете только, так сказать, рассориться с родственниками. Наша задача – это удары по площадям. То есть, мы работаем на массы. Психология толпы. Нет, не психология толпы. Мы в массы вводим научное сознание. А отдельных людей, даже друзей и родных, у нас задачи переубедить нет. Вы можете на это потратить всю жизнь и не добиться успеха. Зачем это нужно? В споре рождается истина. Не рождается спорь истина. Что за ерунда такая? Кто вам это сказал, что в споре рождается истина? Ну, мы поспорили, морду друг другу побили. Что у нас истина родилась, что ли? Я не рождаю дебаты. Ну, и что в дебатах? Ну, собрались два дурака. И они дебатируют друг с другом. И какая истина там может… Да, каждый что-то свое рассказал. Да, мнение свое рассказал. Какая истина там может родиться? Так. Давайте последний вопрос. 21.00. У нас получается, плюрализм истины – это просто подмена понятия. Они говорят о правильности. Нет, о них задача плюрализма истины заключается в том, чтобы истину действительную затушевать. Все это, всю эту историю, вся эта история идет с буржуазных, с буржуазных пропагандистов. Таких, как, например, вот как мне не изменяет память, если за плюрализм истины активно выступал товарищ, который нам совсем не товарищ, поппер. И вот его любимчик прямо неких различных буржуазных деятелей, вот он выступал за плюрализм истины. Как будто бы истина непостигаема, поэтому все могут иметь право на свою истину. И это затушевать именно то, что истина, она есть одна. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.